Всем привет! Меня зовут Елена и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что нашли время и заглянули ко мне в гости. Давайте сегодня поговорим на тему ароматы с нотой апельсина. И речь сегодня пойдет о парфюмах, в которых не просто цитрусовые ноты, а в которых я слышу сладкий, скорее всего, даже красный апельсин. Я подготовила для вас небольшую подборку. Кто также, как и я, любит данную ноту в ароматах, то оставайтесь со мной и поехали! Первый аромат, с которого я хочу начать, аромат начала 2000-х. Я думаю, что многие знают данный парфюм, а вполне возможно, что у многих он и есть. Это аромат от Hugo Boss Deep Red. Да, там в начальных нотах красный апельсин, красный апельсин, черная смородина, мандарин, клементин. Очень такой цитрусово-сладкий старт. Далее аромат раскрывается имбирем, и имбирь придает терпкости данному парфюму. Очень красиво звучит фрезия в сердце аромат. А в базе он становится сладко-ванильно-сандаловым. У него очень уютное звучание, с ним всегда тепло и комфортно. Конечно, у меня ассоциация уже с данным парфюмом. Мне вспоминается, когда я его носила много лет тому назад, и он у меня был неоднократно. Красивый аромат. Не покупаю его и, наверное, уже не куплю, потому что очень много воспоминаний. Я когда нанесла его в магазине, я, конечно же, его ни с чем не спутать. Это очень хорошо сделанный парфюм, он такой насыщенный. Но у меня сразу же перед глазами возникли картинки моей юности. Поэтому аромат, безусловно, для меня про красный апельсин, про сладкий такой сочный апельсин. И причем эту ноту я слышу до конца. Даже тогда, когда уже и база очень уютная, и ваниль. Все равно я слышу это начало, и мне очень нравится. Обязательно напишите, у кого есть этот аромат. У меня есть знакомая, которая до сих пор им пользуется. И он всегда присутствует, ее пар в гардеробе. Следующий аромат, о котором пойдет речь, мне кажется, он немного схож с предыдущим парфюмом. Не то чтобы по звучанию, но вот как-то в направлении, по ассоциациям. Это аромат от Кошарель Амор Амор. Аромат 2003 года. Это, наверное, мой любимый парфюм тех времен. Вот начало 2000-х. Очень красивый аромат. У меня с ним тоже много связано воспоминаний, каких-то ассоциаций. Он стартует апельсином и черной смородиной. В нем красиво звучат ноты мандарина, лист черной смородины на старте. Вообще у него такое очень яркое начало, заявляющее о себе. Но в средних нотах появляется роза. И мне кажется, что роза здесь задает основное настроение. Но тем не менее, старт цитрусовый, старт апельсиновый. Я слышу здесь очень хорошо эту ноту. Ну и роза здесь очень красивая. Она такая томная. На мне немного раскрывается дымно. Я не знаю, может быть, эта нота абрикоса придает такой немножко дымности. Очень уютная база. Ванильная, такая вкусненькая база. Я люблю носить этот парфюм осенью. У меня он согревает. Такой какой-то уют мне придает. Люблю носить его с теплыми вещами, уже с такими шерстяными. Мне всегда хочется его повторить ближе к зиме. Я его на протяжении нескольких лет повторяла, обновляла. Красивый аромат. Если кто-то еще с ним не знаком, я думаю, таких людей немного. Но он всегда представлен в Ривгош по очень интересной цене. На него очень часто скидки. И мне кажется, что он стоит дешевле, чем он звучит. Он настолько богатый аромат, настолько запоминающийся и необычный. Вот я его не спутаю ни с каким другим. Я его, мне кажется, узнаю. Из многих других он вообще такой достойный парфюм. Следующий аромат, о котором пойдет речь, он уже немного в другом направлении. Аромат, который ассоциируется у меня с яркими цитрусами. Он тоже был у меня в 2000-х. И я часто им пользовалась в жаркое лето. Мне нравится, как он именно звучит в жару. Аромат от Moschino. Называется Cheap and Chic. I love love. Я надеюсь, я ничего не перепутала. Аромат стартует ярким грейпфрутом и апельсином. И в нем на старте еще заявлены ноты красной смородины. Так вот, эти ноты, на мой взгляд, придают ему сочности, такой свежести. Аромат очень классный. Он действительно сочный парфюм. Далее он раскрывается чем-то таким сладким. Я вот точно в нем не чувствую каких-то отчетливых нот. Там заявлено и роза, и корица, и ландыши. Ну, такая вот, как сказать, невнятная для меня композиция. Но в базе я в нем слышу древесные ноты. И вполне возможно, что за счет вот этих коричных нот, да, каких-то кедровых, он для меня интереснее, чем, допустим, аромат, с которым его часто сравнивают. Аромат от Dolce & Gabbana Blue Light. На мой взгляд, они не похожи. Ну, если только в направлении, что оба аромата цитрусовых, здесь у меня все-таки больше ассоциации вот с чем-то апельсиновым, с чем-то сладким таким. Следующий аромат, о котором пойдет речь, в нем для меня совершенно другой апельсин, нежели в предыдущих. Аромат от Malinard. Я обязательно подпишу название. Я точно не знаю, как правильно читается. Красивый парфюм. Здесь пряный спецовый апельсин. Я думаю, что многие знают этот аромат. Во всяком случае, флакончик точно замечали. Красивый, привлекательный флакон. На нем изображена пара. По-моему, даже это картина какого-то известного художника. Для меня очень уютный парфюм. Я, кстати, хожу все вокруг него и думаю, наверное, ближе к осени я его приобрету. Единственное, что меня останавливает, он такой довольно-таки летучий. Несмотря на то, что он раскрывается имбирем. И далее заявлена у него, по-моему, нота мускатного ореха. В базе он амбровый. Такой очень уютный. Но как-то я вот очень быстро перестаю его на себе ощущать. Но мне он нравится. Он меня привлекает. И вполне возможно, что я его приобрету. Следующая работа тоже очень красивый парфюм. Работа Жан-Клода Элина. Аромат Фредерико Маля. Название попишу обязательно. Здесь заявлено немного нот. Он стартует горьким апельсином. Далее раскрывается розой. И в базе у него травянистые ноты. Сено и кедр. Чем для меня пахнет данный парфюм? Я вот его именно так и слышу. Во-первых, он заявлен как цитрусово-фужерный. И вот он такой и есть. У него колкие такие цитрусовые ноты. Но даже вот больше для меня не цитрусовые. А как будто бы корочки апельсиновые. И все это в перемешку с травкой и с нотами сена. Я слышу вот эту сухую... Аромат сухого сена в нем. Мне очень нравится данный парфюм. Он, конечно же, абсолютно унисекс. И мне кажется, он даже лучше бы звучал на мужчине. Ну, как по мне. Мне иногда хочется таких парфюмов. Я честно скажу. Я вот замечала за собой, что... Вот особенно, когда я в верхней одежде, уже в кожаной куртке. Вот мне тянется как-то... Мне хочется вот таких фужерных ароматов. Красивый аромат. Даже мне больше нечего добавить. Потому что он действительно классный. Попробуйте, кто еще с ним не знаком. Ну что, давайте от горького апельсина перейдем к чему-нибудь сладенькому. И следующий аромат, о котором я вам хочу рассказать. Это аромат от марки Аквадепарма. Аромат 99-го года. Но я познакомилась с ним не так давно. Меня заинтересовала эта марка. И я стала постепенно узнавать ароматы. Плохо еще с ней знакома. Сразу скажу. Но вот этот аромат у меня ассоциируется со сладким апельсином. И с такой, знаете, карамельным послевкусием. На старте заявлен апельсин. Сицилийский мандарин, бергамот, лимон. Далее он раскрывается нотами кардамона. И в базе это карамель и мускус. Так вот, я практически не слышу здесь кардамона. На мне этот аромат звучит сначала очень ярко, цитрусово. Так, сладковато. Но не приторно. Затем он уходит в такую нежную карамельность. И тем самым напоминает мне немножко карамельную, такую апельсиновую карамельную конфетку. Приятный парфюм. Сразу хочу сказать, держится он на мне недолго. Где-то там несколько часов буквально. Но послевкусием у него довольно-таки приятное. Следующий аромат, о котором пойдет речь, я думаю, многие с ним знакомы. Это аромат от Hugo Boss. Называется он Orange Boss, по-моему. Или просто Orange. Аромат 2009 года. И я всегда думала, что этот аромат про апельсины. В нем есть этот красный сладкий апельсин. Но нет. На фрагрантике заявлена нота красного яблока. Далее аромат раскрывается белыми цветами, апельсиновым цветом. И я думаю, именно это придает ему такую цитрусовую ноту. В сочетании с яблоком. Вот он звучит очень сладенько. Такой, знаете, как сладкий апельсиновый сок. И в базе он ванильно-древесный. Очень такая тоже у него плотная довольно-таки база. Аромат для меня хорошего настроения. Аромат, от которого хочется улыбаться. Он тоже у меня был. И был у моей подруги. Я хорошо знакома с данным парфюмом. Единственное, что я сейчас не встречаю его уже в парфюмерных магазинах. Наверное, это снятость. Я не уточняла. Но аромат на мой вкус такой яркий представитель. Вот именно этой апельсиновой ноты. Он, кстати, очень мне напоминает апельсиновую жвачку. Вот помните, раньше, может быть, кто со мной примерно одного возраста, пластиками такая сладкая апельсиновая жвачка. Я вот даже помню этот вкус. Вот этот аромат. У меня точно такие с ним ассоциации. Как будто бы я жую эту жвачку. Аромат красивый, яркий, позитивный. Аромат хорошего настроения, повторюсь. Следующий аромат, о котором пойдет речь. Здесь тоже очень вкусненький такой апельсин. Этот аромат есть у меня в коллекции. Аромат от Лиу Джо Милана. Я неоднократно о нем рассказывала. И здесь для меня, скорее всего, не сам плод апельсина, а здесь для меня такое вкусное мармеладное апельсиновое печенье, которое обильно полито шоколадом. Ой, звучание великолепное. Тоже обожаю этот парфюм. Люблю носить его, конечно, больше в холодное время. Он такой, знаете, ну он гурманский. Он очень вкусненький. Те, кто любит всю десертность, советую вам попробовать этот аромат. Стартует он миндалем, апельсином. И вы знаете, миндаль здесь слышно на протяжении всего аромата. То есть он как-то даже в базе слышится эта горчинка миндальная. Дальше он раскрывается лесным орехом, какао. Кстати, лесной орех здесь тоже присутствует. Вот он именно придает вот это ощущение, что это какая-то печенька. И в базе он очень уютный, ванильный, такой негромкий аромат. Кстати, он не сказать, что он меня как-то душит. Вот он даже сейчас в жаркое время. Я его здесь вот распылила. И в принципе он очень вкусненько звучит, так деликатно. Мне нравится данный парфюм. Он, кстати, по стойкости средней довольно-таки. Да, обычно гурманика так она долго звучит. Но этот аромат на мне держится не очень долго. Но приятно. Мне приятно его обновлять. Классный парфюм. Очень его люблю. Следующий аромат, о котором пойдет речь, уже для меня такое более строгое звучание. Но он и заявлен как цитрусово-фужерный. Это аромат от Hermes Concentrate Orange Verde, если я правильно прочитала. Но я в любом случае напишу название. Несмотря на то, что здесь на старте заявлен апельсин, он для меня больше пахнет не самим апельсином, а как будто бы апельсиновым деревом. У меня ощущение, что я спряталась в тени апельсиновых деревьев от знойного солнца. Дует такой летний, легкий летний ветерок. И я ощущаю запах и листвы дерева, и коры, и корочки апельсина. И вот все вместе это так красиво, очень слаженно, скроено. Мне нравится этот аромат. Но опять-таки для меня это абсолютно унисекс. И я такие ароматы не всегда могу носить. Но вот под настроение, под настроение, он меня как-то даже помню очень впечатлил. И я была осенью в магазине. Вот в этот раз, кстати, когда я его наносила, мне он не понравился. Мне вообще послышалось, как будто бы какой-то мужской парфюм. А я помню, я была осенью тоже в верхней одежде, в кожаной куртке. Опять-таки вот я говорю, у меня эти ароматы привлекают вот такие цитрусово-фужерные. Когда я в верхней одежде, я помню, мне он так понравился. Я его даже пометила себе, что мне его хочется. Поэтому вот такой аромат для меня ассоциируется больше с апельсиновыми, как я уже сказала, деревьями, чем с такой горчинкой апельсиновой. Ну и напоследок я оставила аромат, который уже некоторое время лежит в моей парфюмерной корзинке. И который я все не решаюсь никак заказать. Это аромат от Guerlain, Chalimar, Souffle et de Parfum. Я вам уже рассказывала некоторое время назад, что я выбираю себе какой-нибудь Шалимар. Мне очень хочется, чтобы он у меня был в моей такой небольшой парфюмерной коллекции. У меня есть пробники, я их разнашиваю. От классического Шалимара я уже отказалась, потому что я понимаю, что я не смогу его так часто носить, как, допустим, тот же Souffle. Souffle мне очень нравится. Аромат стартует цитрусово. Почему у меня есть ассоциация с апельсином? Потому что, несмотря на то, что здесь, кстати, не заявлен апельсин, здесь в верхних нотах лимон, бергамот и мандарин. Но я здесь слышу апельсиновые нотки, и для меня они здесь представлены в виде зефирки. Я пробовала апельсиновую зефирку, политую шоколадом. Вот у меня от этого парфюма такие же ощущения. Запах вот этого апельсинового суфле. Красивый аромат. Я думаю, что многие знают его. Он раскрывается апельсиновым цветом. По-моему, там жасмин заявлен. В базе это прекраснейшая ваниль. И сочетание апельсина и ванили я очень люблю. Я это уже давно поняла. Мне нравится. Особенно герленовская ваниль, о которой многие говорят. Но она действительно очень красивая. Она надолго остается и в базе очень звучит достойно. Ну вот, пожалуй, и вся моя апельсиновая подборка на сегодня. Мне кажется, что я рассказала о всех тех ароматах, которые, во всяком случае, я вспомнила. И которые у меня ассоциируются с апельсином. Давайте встретимся в комментариях. Обязательно напишите о своих апельсиновых любимчиках. Мне будет очень интересно почитать. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик. Для того, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а я вам желаю всего только самого доброго. И до новых встреч. Пока-пока.